Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 июля. Я тороплюсь рассказать еще про одни томаты, потому что пока рассказывала про предыдущие, небо потемнело, все, наверное, сейчас ливанет опять дождь. Пока про штрауха рассказывала, я хвалилась вам, что маленько дождя нет, перерывы небольшие, буквально полчаса-час и снова начинается. Это продолжаем разговор, который я начала после комментария. Татьяна Гамзаева спросила, надо ли регулировать пасынки в открытом грунте в июле у непосынкующихся. И в предыдущем видеоролике я показала, как я оставила 10 пасынков до цветущей кисти и как он там растет. Сейчас я подошла к другому сорту. Вот смотрите, здесь у меня тройка и сибирская тройка. Для того, чтобы понять, какие они нам надо... Я сейчас немножко отойду. Вот смотрите, вот они, а вот за ними следующий ряд, это уже, ну как, ну не столько крупноплодные, как высокорослые. Видите, какая разница? Вот они маленькие такие, 50-60 сантиметров написано, что можно выращивать без пасынкования. За ними, которые стоят томаты, вы видите, они у меня очень тщательно до плодовых кистей обработаны. Это вот здесь, по-моему, или перцевидный гигант висит, или рубиновый кубок, вот это шахерезада. Но это все томаты, которые нужно пасынки удалять, нужно за этим следить. А вот они, видите, как отличаются. Они между собой тоже различны. Вот эта светло-зеленая тройка, все это сибирские сорта. А вот сибирская тройка, которая очень красивая, декоративная, у нее изумрудно-зеленые листья, такие плотные, как у Демидова. Только у Демидова они вниз скручиваются, а она вот так вот их... Ой, сейчас, подожди. Расправляет в ширину очень красивые, декоративные, большие листья. И про них всегда пишут, что возможно выращивание без пасынкования, или легкое пасынкование. Они все очень урожайные оба сорта. Давайте заглянем внутрь. Так, в глубине, смотрите, сколько томатов, они все-все-все уже облеплены томатами. И вот эти вот сорта можно выращивать. Можно немного удалять пасынки, можно не удалять. Так, сейчас, подождите. Вот здесь я сделала по-разному два вида. Видите, удалила снизу... Ну как, половину очистила, и плоды вот такие, видите, висят. Они сразу делаются крупнее, такие как наливаются хорошо. А дальше я, скорее всего, удалять не буду. Но низ я все равно удалила. И вот я для сравнения половину сделала так, а половину оставила на произвол судьбы. Где-то они у меня... Ну, короче, где много пасынков... А, вот они. Где... К ним еще не подлезешь. Где много-много вот этих вот стволиков, и потом, когда... Ну, я сейчас не могу, листьев много, надо потом после обрезки... Листья, когда обрежу, вы увидите разницу. Здесь то же самое, что в предыдущем ролике. Если вы побольше пасынков уберете, сделаете как умеренное пасынкование, оставите там три или четыре, и будете везти их до конца, даже в июле и даже в августе, не будете даваться разрастаться этим новым пасынкам, то плоды у вас будут... Их будет не очень много, но они будут покрупнее. И, возможно, они даже поспеют побыстрее, потому что их будет меньше. Если вы дадите волю всем пасынкам расти, они же и в июле, и в августе тоже вырастают, то, конечно, плодов будет больше, но они будут меньше. То же самое вот с сибирской тройкой. Я какие-то когда-то удаляю. Вот в теплице буду показывать. Я удаляю вообще все, весь низ до половины. Как только начинаются плоды, тогда уже я там немного останавливаюсь, торможу. Вот на улице она у меня будет расти. Я буду отстригать нижние только листики. Никакие пасынки я удалять не буду. Она будет расти как хочет. Но это все будет видно только уже в конце сезона, например, в августе, в начале сентября, когда я лишние листья уберу, и останется только количество плодов. И вот поэтому количество плодов будет сразу видно. Я вам покажу, и вы сразу поймете, какой способ вам больше подходит. Или вам надо как обсыпное, но мелкие. Или вам надо, пусть их будет поменьше, но они будут крупные. Но вообще вот эта сибирская тройка и тройка, это очень урожайные сорта. Они до того урожайные, вы потом посмотрите, ну уже так видно. Они все улеплены вот этими томатами будут. Но они и сейчас уже улеплены, просто они еще зелененькие. Очень хороший сорт. Ну вот тройка, например, идеально для массового сбора, когда у вас идет соленье, варенье, всякие заготовки. Она чисто красный цвет классический, и для леча, и для томатопродуктов. Выносливые, неприхотливые. Нужно просто посадить, обвязать. Я вот колушку обвязываю, вот так стянула все их, обвязала колу, и растут как хотят. Все, до свидания. Это с вами была Ольга Чернова и мой разговор, что в июле нужно ли регулировать количество вот этих пасынков или нет. Если хотите крупные плоды, то нужно пасынки до самого конца удалять. А если вам все равно и крупные, и мелкие пойдут, то можно не удалять. До свидания.